ТОВАРИЩИ ПАТРИОТЫ ТОВАРИЩИ ПАТРИОТО ТОВАРИЩИ ПАТРИОТО ТОВАРИЩИ ПАТРИОТО И мы тут нашли подтверждение как раз тех слов, что военнослужащие Украины специально накалывались. Казалось бы, что может перебить баянчик про голодных укров, отбирающих хлеб у голубей? Мы тогда тоже думали, что это уже совсем дно. Но тут бравые новоросские ребята опять снизу постучали. Абсолютно бессмысленные вещи находили, даже погремушку, отобранную у ребёнка. Вы, наверное, не знали, но у кровояки, видать, это излишние злобы. Принялись обижать младенцев. Отбирают гады погремушки и в окопы тянут. Ну ничего святого. Я нашёл здесь погремушка лежала. И мы уже собирались вдоволь поглумиться над ватными сказочниками, пока из Госдепа не пришла секретная бумага. В рамках спецоперации «Карающий грач» все спикеры молодых республик были заражены модифицированным сифилисом мозга. У меня нет слов объяснить причину. То есть бредятину они несут, так сказать, по состоянию здоровья. А ведь Киселёв и компания давным-давно предупреждали. США строят на Украине секретное предприятие по производству бактериологического оружия. Под прикрытием лаборатории для исследования особо опасных патогенов и разработки вакцин, США намерены устроить на Украине военную базу биологической направленности. Если бы не модифицированный сифилис головного мозга, басуриная морочка, то мы бы, конечно, подняли это всё на смех. И начинать можно с самого простого. Действительно, из США профинансировали реконструкцию нескольких лабораторий в Украине. В 2005 году между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. Но в этом нет ничего секретного. Там работают обычные украинцы, туда пускают телевидение, то есть ничего общего с российскими страшилками. США намерены устроить на Украине военную базу биологической направленности. Дальше больше. Часть проекта осуществлялась во времена некоего легитимного Виктора. И это легко доказать. Выходит, следуя за поребриковой логике, Янукович тоже участвовал в проекте создания биологического оружия против России. О, как бы теперь дядьку из Ростова не выперли. Ведь федеральные каналы четко указывают, зачем пиндосам лаборатория в Украине. Биологическое оружие, а, правильнее сказать, биологический терроризм – это главная потенциальная опасность. При этом, если слушать этот бред воспаленного воображения, то Джеймс Бонд отдыхает. Космическая секретность, да, чисто американский штат, даже украинские спецслужбы не имеют туда доступа. Все они являются военными объектами, находятся в прямом подчинении Министерства обороны США. А, чувствуете, как все серьезно, да? Жить страшно. И было просто интересно, а кто же этот Александр Роджерс? Наверняка агент 007, не меньше, раз все американские тайны знает. Вы же не забыли, какая там секретность? Все эти объекты полностью закрыты, ни одна украинская служба не может устроить там проверку или даже просто попасть на такой объект. Мы нашли этого Роджерса и сразу поняли, пацану таки стоит доверять. Один только антураж че стоит. И именно так и живут носители госдеповских тайн. Надо периодически проведать, иначе просто невозможно выселить. Обшарпанная кухня, бутылочки с маселком, ну все как полагается. И мы совсем не удивимся, если связной с пачкой Винстона в руке приходит к Роджерсу и открывает секреты ФБР прям на лестничной клетке. В эту же тему попадают и играчи-диверсанты, якобы натренированные переносить вирус. И ручной, англоязычный заяц, который когда-то работал лингвистом в АНБ, а теперь стал экспертом широкого профиля. Видать и Буш, и Обама рядовому лингвисту лично все тайны рассказывали. Мы бы и дальше троллили их по этим лабораториям, но грачи-диверсанты таки сделали свое дело. И прогрессирующая болезнь Басурина с откровенной шизой и галлюцинациями дает четко понять, дыма без огня не бывает. И говорим это вовсе не из желания обидеть, нет. Простые наблюдения. Если раньше свои бредни Эдик хотя бы привязывал к каким-то знаковым датам или праздникам, то теперь вообще пальцем в небо. Военнослужащим Донецкой народной республики, находящимся в районе Ленинского соприкосновения Стали, приходите смски. С призывом к участникам АТО выйти на митинг 5-6 сентября. Вот с какого перепуга ВСУ должны идти на Киев именно в этих числах? Вспомнились разве что протесты автовладельцев. Но вот реально кто-то верит, что ради этого возвращали бы АТОшников с фронта. Мы как-то не очень. А еще мы слабо верим в существование города Краснобийск в Донецкой области. Раненых доставили в Кураховскую городскую больницу в 66-й мобильный госпиталь города Краснобийска, прокомментировал официальный представитель ДНР. Но канал «Звезда» уверяет, что у кровояк после боя друг с другом отвозят лечиться именно туда. Вангуем, что пиндосы, наигравшись в секретные лаборатории, принялись строить секретные, никому неизвестные города. Ну и напоследок. Мы не сомневаемся, что часть из вас скептически оценит наш инсайт о заражении Басурина и Морочка грачом-диверсантом. Но здесь уж, как говорится, за что купили, то и продаем. Иначе придется поверить, что ребята от природы не сильны умом. А то ли еще будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА